Вячеслав Гайзер на сегодняшнем заседании антитеррористической комиссии поручил региональному комитету по обеспечению мероприятий гражданской защиты в сотрудничестве с федеральными силовыми органами взять на особый контроль координацию деятельности по безопасному проведению торжеств по случаю 70-летия победы. Повышенное внимание будет уделено местам массового пребывания людей, защите объектов энергетики, промышленности, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Ветераны Великой Отечественной войны в Коми смогут бесплатно пользоваться услугами Коми-авиатранса в период празднования 70-летия победы с 3 по 12 мая. Об этом председателю правительства Республики Коми Владимиру Тукмакову доложила его заместитель Тамара Николаева. По договоренности с региональным авиаперевозчиком бесплатный проезд будет также предоставлен лицам, сопровождающим фронтовиков. Такую же льготу ветеранам предоставят железнодорожники и автотранспортные предприятия. При этом количество бесплатных поездок, которыми могут воспользоваться фронтовики, не ограничено. Тем временем в городах и районах республики продолжаются церемонии вручения юбилейных медалей, приуроченные к 70-летию победы. Сегодня одно из таких торжеств провели общественники для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в местечке лесозавод Сыктывкара. Фронтовики за чашкой чая вспоминали военные годы, читали стихи, слушали песни и даже танцевали. Елена Кононова продолжит. С первыми аккордами песен на войне в исполнении Евгения Гаврилова, участника вокального конкурса телеканала «Звезда», на гостей нахлынули воспоминания. Все эти люди прошли через сяготы и лишения времен Второй мировой, воевали, ковали победу в тылу. На долю Семена Тимофеевича Комарова выпали испытания, через которые было суждено пройти единицам. Ему удалось выжить в лагерях смерти Освенцами и Бухенвальде. В плен 18-летний юноша попал в 1942-м. Он хорошо помнит деревянные колодки, которые приходилось носить, конвоиров с собаками и процесс отбора узников для сжигания в печах. Приехали мы в Освенциму, выгрузили и пошли в сторону Освенцима. Там лагерь Освенцима центральный, а Беркенаву это самый же лагерь уничтожения. Мы только вышли на это и открывается панорама. Четыре высоких трубы, труба окольцована рейсами, и оттуда валит дым. И валит, рассылается на это. Мы сразу почувствовали, что это человеческий запах волос. Ну и надо идти навстречу смерти. Для Семена Комарова член общественной палаты Коми Нинашмарова приготовила специальный подарок. Книгу «Мы еще в строю», вышедшую в республике в канун юбилея Победы и повествующую как раз о тех, кто помнит дни тех великих сражений. В ней целая страница посвящена бывшему узнику концлагеря. Спасибо вам, ветеранам Великой Отечественной войны, за ваш личный вклад в победу над фашизмом. Очень приятно, что и в наше время не стареют душой ветераны. И вы активно участвуете в патриотическом воспитании молодежи, рассказываете о славном прошлом нашей Родины, делитесь своей мудростью и бесценным жизненным опытом. Искренне благодарны вам за все, что вы сделали во благо нашей страны и родной республики Коми. Каждая песня, каждое стихотворение вызывали отклик у ветеранов. А когда зазвучала песня на солнечной поляночке, многие не удержались и пустились в пляс. Это вы, особенно женщины, взяли на себя все тяготы работы в тылу, работы на фронт. И от всей души низко кланяю, поздравляю вас с этим праздником и низко вам кланяюсь за то, что наше поколение не знает, что такое война. Уже после вручения юбилейных медалей и подарков ветеранам Великой Отечественной общественники подарили семена бархатцев. Это часть акции общественной палаты «Живая Георгиевская лента». Она проходит каждый год накануне 9 мая. По мнению организаторов акции, этот ярко-оранжевый цветок напоминает цвета символа победы.